МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорогие студенты! Сердечно рад приветствовать вас среди знатоков православной культуры. Пусть богатое наследие святого православия станет для вас путеводной звездой, которая будет вести вас среди волн житейского моря ко спасению своей души и окружающих вас людей. Божие благословения да пребудет с вами! Бог вам помощь! Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня мы начинаем 11-й международный конкурс на таков православной культуры «Зерно истины», в котором примут участие 18 команд. И первыми, с кем мы хотим вас познакомить, это ребята из пяти лучших сборных студенческой лиги, которые целый год сражались за право приехать сюда, в замок Викинг в Черноморском районе Крыма. Итак, встречайте, команда Евпаторийского института социальных наук Крымского федерального университета имени Вернадского и ее друзьям. Олеся Каличина, филолог русского языка и литературы, ведет в начальных классах предмет «Любовь к окружающему миру». Мария Базарова учится на теоретическом отделении Симферопольского музучилища имени Чайковского, играет на фортепиано и занимается вокалом. Виктория Метерева, преподаватель английского языка, читает на клиросе в храме святителя Умки, а также поет в молодежном хоре собора благоверного князя Александра Евского. Екатерина Профатила, увлекается велопрогулками, походом в горы, а также церковным пением. Виктор Сушко, специалист по работе с документами, увлечен чтением исторической литературы и волонтерской деятельностью, а также журналистикой. Кондратюк Светлана занимается вышиванием икон, она прихожанка Покровского собора города Джанкоя, вяжет крючком и работает аниматором с детьми. Ну а сейчас я хочу представить капитана команды, это Виктория Лопатина, учитель начальных классов, волонтер, читает на клиросе в нескольких храмах Евпатории. А сейчас первый вопрос для своих друзей выберет Олеся Каличина, напоминаю, счет пока 0-0. Вопрос номер 12. Олеся, скажите, пожалуйста, довелось ли вам бывать где-нибудь в горах? Да, Четердак, гора Четердак. А еще? Еще в Альпах была. Ну что же, неплохо для начала. А теперь, внимание, вопрос. Назовите государство, в котором около 60% жителей мусульмане, а 40% христиане. Но все они более тысячи лет, внимание, более тысячи лет обходятся без религиозных конфликтов. Президентом этой страны всегда должен быть христианин, а премьер-министром мусульманин. В священном писании с названием этой страны связано упоминание гор и не только. Что это за страна у вас минуты на размышления? Может быть, это тур? Ливан? Да. Потому что там... Давай, берем. Все, ты уверен, что это Ливан? Ливан. Какие еще версии? Версии, версии. У меня... Хорошо, досрочно ответить. Да, да, да. Еще не прошло, как мне подсказывает редактор, 20 секунд с момента начала обсуждения. Это значит, что вы имеете право попросить возможность ответить досрочно. И, если ответ будет верным, вы заработаете дополнительную минуту обсуждения на любой из вопросов, который, может быть, вызовет у вас затруднение. Итак, кто будет отвечать досрочно? Отвечает Виктор Сишко. Мы считаем, что это страна Ливан. А вот там, помните, в вопросе было, что в священном писании с названием этой страны упоминаются горы и не только. Ну, вот горы, понятно, Ливанские горы, а и не только, это что еще? Я так думаю, что Ливанские кедры. В священном писании упоминаются Ливанские горы и Ливанские кедры. Совершенно верно, вы ответили правильно. Поэтому счет становится 1-0 в пользу знатоков. Второй вопрос для своей дружной команды выбирает Мария Базарова. Вопрос номер 9. Это телевизионный вопрос, который задает нам команда из города Дзержинска. Уважаемые знатоки, афонские монахи, согласно традиции, должны знать Шестапсалмия наизусть. Внимание, вопрос. Почему на Святой горе утвердилась такая традиция? Время на обсуждение 1 минута. Шестапсалмия обозначает страшный суд. То есть наше стояние на страшном суде. Почему на Афоне? Ну, потому что страшный суд, чтобы боялись постоянно. Память смертная. Память смертная. Чтобы они имели все время память смертную. Чтобы не забывали, что нужно придерживаться всех канонов. Ну, а на Афоне же там... Ну, на Афоне много национальностей, много... Чтобы ссор не было. Шестапсалмия, память смертная. Что еще? Нет, наверное, все-таки память смертная. Причем здесь много... Ну, вот я просто версии выдвигаю. Почему все молчат? Память смертная. Что еще? Версия, версия. Ну, ссор только. Я не знаю, чтобы не было междунациональных. Больше ничего. Ну, это, наверное, никак. Нет, нет. Это сюда не идет. Тогда все. А может, сами псалмы? Ладно. Сами псалмы. Может, я сейчас... Память... В одни вас двах именно щеприть. Память раз... Чтобы днем и ночью. Они же постоянно находятся на улице. Постоянно на улице. Ну, что же, ваше время истекло. И сейчас я обращаюсь к Виктории Лопатиной, капитану команды. Будет ли ответ на этот вопрос? Да. Отвечу я, капитан команды. Наша команда считает, что шестапсалмия все монахи на фоне должны знать наизусть для того, чтобы они имели память смертную. Поскольку само шестапсалмия обозначает наше стояние и моление на страшном суде. Да. Ну, там была подсказка про Афон. Афон – это особые монашеские правила, особенно особая монашеская строгость. Ну, я не знаю, бывал ли кто-то из вас в храме во время чтения шестапсалмия? Конечно. И? Только Виктория сейчас отвечает на мой вопрос. Вернее, мы с ней только сейчас беседуем. Виктория, вот если доводилось бывать во время чтения шестапсалмия в храме, то есть это обычно, кстати, когда читается? Утром или вечером? На утренний вечером. Ну, то есть в вечернее время. И что происходит? Я прошу команду сейчас соблюдать абсолютную тишину. Итак, Виктория. Поскольку во время шестапсалмия все свечи, все зажженные свечи тушатся, обозначают полную тьму. Да. И поэтому? А, и поэтому невозможно, шестапсалмия невозможно прочесть, поскольку темно. Поэтому все монахи должны знать шестапсалмия наизусть. Вот теперь я не знаю, что мне делать. Вы дали две версии ответа. Я придерживаюсь второй версии скорее, чем первой. Точно. Вы уверены в этом? Ваша версия ясна. Я не скажу, насколько она верна или нет, поскольку это был телевопрос. Внимание на экран. Внимание, правильный ответ. Эта традиция появилась в связи с тем, что на Святой Горе во время шестапсалмия гасится весь свет. Таким образом, счет становится 2-0. Вашу пользу. Третий вопрос для своей команды выберет Виктория Митюрева. Вопрос номер один. Автор этого вопроса Алексей Паевский, который из Чкаловского Московской области. Вопрос связан с филологией. И я надеюсь, что профессиональные знания не подведут вашу команду. Хотя бывает очень часто и наоборот. Филолог Никита Александрович Мещерский долго обдумывал, как именно писать в своих работах в советские годы одно слово. И решил всегда размещать его таким образом, чтобы официальные правила советской грамматики согласовывались с его убеждениями. Мы не спрашиваем вас, никакое слово вызвало проблему, нигде именно стал писать его Мещерский. Ведь ответ на оба эти вопроса можно найти в первой фразе известной книги, если прочесть ее буквально. Назовите эту книгу, подсказка, в ней три слова. Время на обсуждение, одна минута. Возможно, это Библия, в начале было слово. Я тоже об этом думала. Логос, потому что и всегда в начале Библии изображена картинка, знак. Не важно. Дальше еще какие версии? Одна известная книга. У меня сразу возникла версия, что это Библия. Библия, еще. Что еще? В начале было слово Библия. Дальше, какие еще книги связаны с православием? Буквально это прочитать в начале? Да, что значит буквально? Буквально, в начале было слово, слово имеет в виду как Бог в Библии, а здесь буквально как... Да, действительно, кстати, слово, оно ведь и значит Бог. Да, кто хочет ответить? Давайте, можно еще взять допол... Нет, зачем? Не надо. Слава Богу, что уже нельзя. Да, в начале было слово Библия. Еще вариант, версия, версия, версия. Это верная версия. Что еще может быть? Слово, советское времена, слово, это, ну, как бы, могли понимать, как слово, а православные были понимали, что это... Как Бог. Маша, ответишь? Это уже 4 слова получается, в начале было слово. В начале было слово. Виктория Лопатина, капитан команды, я прошу прекратить обсуждение и сказать, кто же попробует ответить на этот вопрос. Отвечать будет Мария Базарова. Наша команда посовещалась и решила, что это книга Библия. Три первые слова, а в начале было слово. А вы не помните, что спрашивал вас автор вопроса? Посмотрите на экран. Назовите эту книгу тремя словами. Итак, автор просил вас назвать эту книгу тремя словами. Ну, вообще, Библия – это книга книг, но это два слова. Да, но это два слова. Может, священная книга книг? Ну, ваша версия есть да. А теперь, внимание, правильный ответ. Мне весьма досадно, что вы немножко поторопились с завершением обсуждения и потеряли форму вопроса. Помните, мы говорили, что команда должна держать форму вопроса. То есть, что у вас спрашивается, то нужно и ответить. Да, есть такое словосочетание. Мещерский ставил слово «Бог» в начале предложения, чтобы оно писалось с большой буквы. Первая фраза, которая содержится в Библии, но Библия, как вы знаете, это собрание книг, да? А сейчас вам нужно было конкретизировать тот час, где содержится эта фраза. Так вот, первая фраза Евангелия от Иоанна. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Вот, таким образом, правильный ответ Евангелия от Иоанна. Раз, два, три. Только три слова. К сожалению для вас, и к радости для телезрителей, они заработали первый балл, и счет становится 2-1. Давайте поздравим их с этим. Обычно мы на музыкальную перемену приглашаем наших гостей, юные дарования, Крыма и не только, для того, чтобы они порадовали нас своим пением. Но я знаю, что у вас сейчас для всех, для нас есть подарок от вашей команды. И подарок этот подготовила Мария Базарова, которая исполнит сейчас для всех нас свою песню. Так уж получилось, что ей только что пришлось отвечать. Это сложно сразу с места и на сцену. Но, как это часто в жизни бывает, придется поступить именно таким образом. Встречаем! Для вас поет ваш член команды Мария Базарова. Пусть этот день пройдет, пускай растает, Как первый тонкий лед в туманном октябре, Но над землей тепло свое ставит, Чтоб всем тепла хватило на земле. Льется свет добра, с небес лучами сильный вид, Чтоб от тяжких ран всю землю исцелить. Только свет добра людей одарит крыльями, Влюбленным в вечный свет добра путь озарит. Только свет добра весь мир хранит. Пусть в мире наперед никто не знает, Какое солнце ждет на завтрашнем заре. Но мир поймет, добро планетой правит, Добро всегда сильнее на земле. Льется свет добра, с небес лучами сильный вид, Чтоб от тяжких ран всю землю исцелить. Только свет добра людей одарит крыльями, Влюбленным в вечный свет добра путь озарит. Только свет добра весь мир хранит. Льется свет добра, с небес лучами сильный вид, Чтоб от тяжких ран всю землю исцелить. Только свет добра людей одарит крыльями, Влюбленным в вечный свет добра путь озарит. Только свет добра весь мир хранит. Только свет добра весь мир хранит. Счет 2-1 Напоминаю счет 2-1 в пользу знатоков православной культуры Из Ифгатарийского института социальных наук Крымского федерального университета имени Вернадского. А сейчас четвертый вопрос для своих друзей Выберет Екатерина Профатила. Екатерина, вы совершаете велопрогулки, как я знаю, с большим увлечением. А какой самый дальний маршрут вам удалось преодолеть? Ну, на самом деле, на велосипеде я преодолевала не такие большие маршруты. Вот в походах я преодолевала гораздо большие маршруты. На велосипеде я только каталась по городу, по нашему Евпаторию. Вопрос номер 5. Сборная команда из города Керчи задает вам 3 коротких вопроса по 20 секунд размышления на каждый, то есть 3 вопроса из ларца. Каждое утро христиане начинают с молитвы. Молитва персонажа этой евангельской притчи есть в каждом молитвослове в начале утреннего правила. Кто же этот персонаж? 20 секунд. Мы будем грешному. Это мытарь. Да, мытарь. Боже мой. Ну, если есть ответ, вы можете сразу его озвучить. Отвечает Екатерина Прохотила. Наша команда считает, что этот персонаж – это мытарь. И ваша команда правильно считает, и поэтому я читаю второй короткий вопрос, автором которого являются знатоки из города Дзержинска. Нередко в архитектуре храмов мы можем видеть морские мотивы, мягкие келевидные очертания закомар и интерьера. А венчают храмы, очень часто кресты, выполненные в виде якорей. Якорь является очень древним христианским символом. Символом чего? 20 секунд. Символом первых христиан. Христиан на пещерах оставляли, на катакомбух. Ну, не сажди. А подожди, сам спаситель. Да, да, да. Якорь кораблика. Вопросы… А не символа Богородицы, нет? Нет. Якорь… Нам что, вопрос, якорь символ чего? Да, да. Якорь, по-моему, или Богородицы… По-моему, мне кажется, это символ Богородицы. Да, якорь символ Богородицы. Символ креста, или Богородица? Нет, крест-якорь… Ваше время истекло. Спрашивает у вас команда из Дзержинска, а символом чего является якорь? Наша команда считает, что якорь является символом как первых христиан, как и Пресвятой Богородицы. Ну а символом чего? Символом какого чувства, какого настроения? Веры, надежды, любви. Ну это вы сразу три назвали. Я прошу сейчас только отвечающего вести со мной диалог. Команда, договорились? Тишина в студии. Пожалуйста. Якорь – это символ надежды, символ спасения. Раньше, когда моряки уплывали в дальние моря, от якорей зависело их спасение. Во время бури, когда суша недалеко, и чтобы их не разбила скалы, надежда вернуться домой. Так и в христианстве якорь символизирует надежду. Надежду на что? На будущее воскресения из мертвых. Поэтому изображение якоря очень часто встречается в местах обустройствах храмов и местах захоронения древних христиан. С трудом вам удалось дать ответ на этот второй короткий вопрос, но тем не менее вы его дали верно, и поэтому я зачитываю третий. Апостол Яков в своем послании писал про этот орган человеческого тела. Его укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Оно исполнено смертоносного яда. Что это за орган? Ядовитый. Язык. Язык. Отвечаем? Да. Витя, хочешь это есть? Отвечает Виктор Сушко. Наша команда посовещалась, и мы решили, что это язык. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога Отца, и им же проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Писал апостол Яков. Абсолютно верно. И счет таким образом становится, посмотрим внимательно на монитор, 3-1 в вашу пользу. Виктор Сушко выберет сейчас 5-й вопрос для своей команды. Вопрос номер 7. Встречаем выносной вопрос. Уважаемые знатоки, сборная команда из города Краснодара, сборная знатоков православной культуры, задает вам свой выносной вопрос. Вам принесли сейчас лист бумаги и фломастер. Как с математикой у вас, кстати говоря, капитан команды? Хорошо. Отлично. Тогда пишите числа. 0,5 и 1 умножить на 4. А теперь внимание. С какой евангельской историей связаны эти числа? Подсказку хотите? Да. Чаще всего она, то есть эта евангельская история, читается при освящении дома, а также и в таинстве соборования. Время на размышления. Одна минута. Как? Какая-то история, притча? 5 хлебов, подождите, 1 на 4. Четверо. Это хлеба, освящение хлебов, умножение хлебов. Половина чего? 0,50. Половина чего? Наполовину преломил и умножил хлеба. Отвечу. Умножил хлеба, подождите, где это происходило? Какая евангельская история читается при соборовании? Вспомните, были ли вы на соборовании? Очень давно. Там как раз читается евангель. И в домах? Там 7 евангелий. А, подожди, в домах? При освящении домов. Ну вот, освящение домов, чтобы приумножилось. Все в доме. Что, в какой вангельской истории что-то было умножено? В четверо? В четверо? В пятьдесят. Либо в половине. А что здесь умножение хлебов? Было две истории умножения хлебов. Вот и дело. Там хлеба и рыба. Итак, ваше время истекло. Отвечу я, капитан команды. Наша команда считает, что это история с преломлением и умножением хлебов Христом для своих учеников, которые хотели его послушать. Понятно. Ваша версия ясна. А, ну вот 0,5 – это сколько? Половина. Половина. А умножить на 4 – это значит… Что значит? 1 умножить на 4. 4. То есть в 4 раза больше или меньше? В 4 раза больше. В 4 раза больше. Эти числа связаны с евангельской историей о Закхее. Помните, когда Христос проходил и увидел Закхея, который сидит на дереве? И в конце, когда Закхею Христос пришел в дом и сотворил с ним трапезу, и Закхей, мытарь, который считался и был грешным человеком, говорит Господу, преображенный уже Закхей, Господи, половину имения моего я отдам нищим, а если кого чем обидел, воздам в четверо. То есть в 4 раза больше, к сожалению, не удалось вам дать правильного ответа. И поэтому в счет становится 3-2 в пользу пока еще знатоков православной культуры из команды Патерийского института социальных наук. Шестой вопрос для своей команды выберет Светлана Кондратюк. Вопрос номер 4. Светлана, откройте, пожалуйста, тайну. Куда дома вы ставите вербу, принесенную из храма в день праздника Входа Господнего в Иерусалим? Ну, который по-другому называют еще вербное воскресенье. На какое место? Да. Отдельно на полочку к своим вышитым иконам. Замечательно. И получается такая не просто композиция, да, а получается очень хороший святой угол с освященной вербой. Не случайно я интересовался сейчас этим вопросом, потому что Ирина Григорьевна Богатырева из города Ялты интересуется именно этим праздником. Ну, точнее, не этим праздником, а вот ее задание для вас на тему этого праздника. Согласно указаниям церковного устава, во время богослужения вербное воскресенье, по-другому именуемое Вход Господень в Иерусалим, благословение молящихся сваями совершается через кождение и чтение особой молитвы. Никаких других действий церковный устав не указывает. Однако на Руси с давних пор вошло в обычай делать еще и нечто такое, что многие прихожане считают для этого случая само собой разумеющимся. Что же? Время? Мечтаю освещать с помощью... Освещать святой водой. Святой водой, да. Освещать святой водой. Дальше, дальше. Еще версии. Окрепление святой водой. Что еще может быть? Если вербное воскресенье, то бить вербы. Нет, вербы это дома, это в церкви. Я тоже с этим подумала, да? Да, да. Освещение вербы. Само вербы, то есть поднимают вверх, когда в храме. Само собой разумеющееся. Время на воскресенье, это всегда время молебны. Да. А молебния освещают. На молебнию освещают. Это просто очень просто. Освещение воды, освещение вверх. Освещение. Ну это просто по времени в Руси еще пошло. Ладно, 20 секунд уже прошло. Освещение, да, еще, еще. Для здоровья это какое-то языческое было. Время, это вербы. Нет, это не языческое. Освещение святой водой. То есть крапление святой водой. Верб святой водой. Крапление верб святой водой. Так, света. Я еще не отвечала. Хочешь? Святой водой. Ну да. Окрапление верб святой водой. Ну что же, капитан команды Виктория Игоревна Лопатина, кто же ответит на этот вопрос праздничный? На этот вопрос ответит Светлана Кондратюк. Наша команда решила, что ответом на данный вопрос будет освещение верб святой водой. Понятно. Понятно. Знаете, о чем я сейчас сожалею Светлана и Виктория? Даже более Виктория, чем Светлана. Догадайтесь. Капитан команды Виктория. О том, что мы проиграли один вопрос. Точнее два. Два. О том, что вы дали правильную версию буквально с первых секунд обсуждения. И у вас была бы еще в запасе еще одна минута. Ну что же, вы ответили абсолютно правильно. Счет становится 4-2. С чем я вас и поздравляю. Наступил черед завершающего седьмого вопроса, который выбирать вам не придется, поскольку это сделаю я. Ибо компьютер так случилось, не выбрал вопросы на заданную тему. А зря. Я точно знаю, что ваши коллеги из Ялты, из команды вузов города Ялты подготовили вам очень интересную историю на заданную тему. Которую сейчас мы с вами и увидим. Внимание на сценическую площадку. В семье Ивановых произошли некоторые недопонимания. Дочка Софья вступила в спор со своей мамой. Мам, ты совсем меня не понимаешь. Доченька, за другими все видно, а за собой ничего не замечаешь. Мам, ну как же я увижу себя, если я свою душу не вижу? А ты, доченька, посмотри в зеркало. Софья пришла в недоумение. Она не знала, что ей делать. Она заперлась в своей комнате и много-много думала о своих поступках. Через некоторое время, подумав, девочка взяла в руки одно из зеркал. Софья в удивлении. Ах, как же я раньше этого не замечала. Нужно было мне раньше в зеркало посмотреть. Спасибо тебе, мамочка, большое. Уважаемые знатоки, скажите, пожалуйста, о каком зеркале души идет речь? Уважаемые знатоки, у вас ровно минута на размышления. Время. Глаза. Глаза, зеркало, души. Совесть. Может быть, посмотрела на себя со стороны? Что отражается в зеркале? Она посмотрела не в зеркало. Она смотрела на себя со мной. Да, но она посмотрела, возможно, на свои поступки. Может быть, она, не знаю, исповедь это была или что? Может, молитва в каталоге? Соринка в глазу. Это как бревно и соринка, да. Там прозвучало. То есть это, получается, глаз. Она до этого не понимала, как себя вела, а потом, когда мама дала ей зеркало, посмотрела и поняла. Это касается поступков и дел. Да, поступков и дел. Это соль? Так, вопрос. Какие? Зеркало души. Есть выражение? Глаза, зеркало души. Она говорила, что видишь, не замечаешь, что это связано со зрением, с глазами. Может быть, ты там в глазах, типа... Допустим, глаза... Соринки в глазу, да. Соринки в глазу, да. Что такое зеркало души? Глаза, ты хочешь сказать исповедь, да? То есть у тебя версии исповедь. Может, это будет глаза, а соринка в глазу. Может, там было вначале про соринку в глазу. Девочки, про соринку в глазу. Про соринку в глазу, но у нас еще минута. Давайте, давайте. Давайте еще одну минуту дополнить. Уважаемые знатоки, уважаемая Виктория Лопатина, капитан команды, будет ли ответ на этот вопрос? Наша команда хочет взять свою дополнительную минуту. Что же у вас есть такое право и время? Пошло? Так. Я не знаю, почему вы против вас. Если глаза, то мы смотрели на что? Она смотрела в зеркало, на себя саму, на свои глаза. Она, мама говорила, не видишь, не замечаешь, что это связано со зрением. Действительно, там что? Глаза это слишком просто. Она действительно прочитала... Она прочитала что-то в книге, значит. Да, она нашла что-то. Почему книгу? Потому что. Может быть, Библия, может быть... Библия, может быть... Евангелие. Да-да-да, в Нагорной проповеди это же было, в Библии, получается. Что зеркало души? Зеркало души. Глаза раз. Глаза раз. Глаза раз. Зеркало души. Ты читаешь, когда Евангелие все с Христом сравнило? Конечно. А, то есть она увидела это. Прочитала? Да, да. Увидела глазами. Глазами увидела эту фразу или... Ну, я так только придумала. Хорошо. Глаза еще версии. Версии, версии. В книгах. Библия. Зеркало души. Зеркало души. Давайте. Библия и зеркало души. Вы серьезно? Да. Итак, истекла еще одна минута. Уважаемая команда, уважаемая команда, я прошу сейчас прекратить обсуждение. Время ваше истекло, поэтому Виктория Лопатина, капитан, должна назвать сейчас отвечающего. Наша команда считает, что глаза – зеркало души, но этими глазами является Евангелие. Это был вопрос на заданную тему. Давайте спросим у ваших товарищей из Ялты, знатков православной культуры, Елизавета Никитенко, сейчас представитель команды. Да, совершенно верно. Это Евангелие – зеркало души. И как мы можем сейчас видеть на мониторе, вашей команде удалось победить телезрителей со счетом 5-2, с чем я вас и поздравляю. Уважаемые телезрители, а на сегодня больше вопросов нет. Напомню наш адрес, по которому вы можете прислать свои новые задания для знатоков православной культуры в наш телеклуб «Зерно истины». Итак, пишите нам по адресу «Российская Федерация, Республика Крым». Почтовый индекс 295-011. Город Симферополь, улица Героевая Джамушкая, 9-11. Редакция конкурса «Зерно истины». А наш сайт www.santaki.artox.ru поможет вам организовать подобный конкурс в своем вузе, в своей школе, в своем городе, в своем федеральном округе. Напомню, что наш конкурс организован совместными усилиями Симферопольской и Крымской епархии, Министерства образования Крыма и телеканалом «Первый Крымский». До новых встреч! Через неделю мы познакомимся с командой студентов, знатоков православной культуры из солнечного города Ялты. А на сегодня мы прощаемся вместе с вами. Ангелы-хранители, всем вам до свидания! Папа поздравляем, от души желаем любви, добра и счастья на все времена. Папа поздравляем, от души желаем любви, добра и счастья на все времена. День лучший день, праздник прекрасный, здесь столько друзей Желаем вампира, тепла много светлых идей. И в этот миг, пускай торжествует в душе позитив, Поздравим, спешим, вдвоем вместе все от души. Папа поздравляем, от души желаем любви, добра и счастья на все времена. Папа поздравляем, от души желаем любви, добра и счастья на все времена. Папа поздравляем, от души желаем любви, добра и счастья на все времена. Папа поздравляем, от души желаем любви, добра и счастья на все времена. Папа поздравляем, от души желаем любви, добра и счастья на все времена. Папа поздравляем, от души желаем любви, добра и счастья на все ком Andaowany и счастья на все времена. Субтитры подогнал «Симон»